Девушки отдыхают Девушки отдыхают Иван Колесников из Ульяновска спрашивает Дорогой профессор, как образуются барханы? И почему они движутся? Чем отличаются барханы от дюн? Ого, сколько вопросов! Но обо всем по порядку Барханами, уважаемый Иван, называются Вот эти песчаные горы, гребни и холмы Не правда ли величественная картина? Точь в точь бескрайнее песчаное море Обратите внимание, барханы имеют серповидную форму И действительно способны перемещаться А вот почему Объясняю и показываю Вот у нас Маленький, я бы сказал Кабинетный барханчик Правильной Серповидной формы Так Песчинки в нем ничем не скреплены Они лежат свободно Поднимается ветер Видите? Песчинки скатываются на подветренную сторону Одна за другой Одна за другой И так перемещаются все песчинки Составляющие бархан Видите? Наш барханчик постепенно сдвинулся с места То же самое происходит и с настоящими Большими песчаными горами Но только гораздо медленнее Теперь рассказываю, как образуются барханы Вот пустыня По ней гуляет ветер и гоняет песок туда-сюда И так происходит до тех пор Пока на его пути не встретится какое-нибудь препятствие Например, вот такой камушек Или кустик Естественно, за это препятствие ветер попасть не может Проверяем Пожалуйста, все правильно Ветер не попадает Получилась, как говорят ученые, ветровая тень Здесь ветровой тени и начинает скапливаться песок Сначала получается маленький холмик А ветра все дуют Песок прибывает И постепенно холмик превращается в горку Со стороны ветров горка имеет пологий склон А с подветренной крутой Песок в ней уплотняется И ветер уже не может просто разметать его Только доставляет все новые и новые порции песка И горка начинает превращаться в бархан Ну, примерно так Ну и наконец, Иван, я раскрываю тайну Сугубо между нами Барханы от дюн Не отличаются ничем Практически ничем они не отличаются Вся разница, что барханы образуются в песчаных пустынях А дюны на песчаных побережьях морей И еще Бархан растет в сторону преобладающих ветров А дюна против ветра А нас ждет новое письмо И я надеюсь, новое путешествие Ай-яй-яй-яй-яй Какая неприятная история Послушайте, что пишет Саша Полисова Из Каменск-Уральского Мы с подружкой Леной Вместе делали практическую работу Которую нам задали на дом Но учительница решила Что Лена выполнила работу лучше И поставила ей пять А мне четыре Но это несправедливо И обидно Дорогая Александра Я думаю, что это не такая уж и трагедия И прежде всего Не стоит обижаться О ваших заслугах знаете вы сама И знает Господь Этого довольно Знаете, как говорили наши предки Делай, что должно И да поможет Бог Давайте-ка я расскажу вам о человеке Чьи деяния современники не оценили Но время Расставило все по своим местам Узнаете? Мы с вами уже здесь бывали Это Кронштадт Сегодня 7 августа 1803 года Который сейчас час Без четверти 10 утра Видите, у пирса находятся два красавца шлюпа Нева и Надежда Ровно через 15 минут Они двинутся к выходу из гавани И первая русская кругосветная экспедиция Начнется А пока попрошу обратить внимание На вон того офицера В бакенбардах Позвольте представить Капитан-лейтенант Юрий Федорович Лисянский Командир шлюпа Нева Шлюп Надежда И всю экспедицию Возглавляет его друг И однокашний по морскому корпусу Иван Федорович Крузенштерн Как известно Первая русская кругосветка Действительно окажется счастливой Вот только все заслуги Современники припишут Крузенштерну А как же Лисянский? Предлагаю обратиться к сухим цифрам Из 1095 дней исторического плавания 720 Нева находилась в одиночестве И прошла 25801 мил Чего стоит один безостановочный переход От Китая до Англии Готовясь к нему Лисянский писал в судовом журнале Что столь отважное предприятие Доставит большую честь Ибо еще ни один мореплаватель Не отважился на столь дальний путь Не заходя куда-либо Для отдохновения За время кругосветки Нева обследовала малоизвестные районы Тихого океана Наблюдала за морскими течениями Температурой Удельной массой воды Составила гидрографические описания берегов Собрала обширный Этнократический материал Но в особую заслугу Юрию Федоровичу ставится то Что он первым прошел От берегов Аляски До Кронштадта Сейчас же на карте мира Имя Лисянского упоминается Восемь раз В его честь названы Остров в Гавайском архипелаге Мыс Пролив Залив Полуостров И река в Александровском архипелаге У побережья Аляски И полуостров на северном побережье Охотского моря Так что, Сашенька, выше нос Берите пример с Юрия Федоровича Лисянского А мы отправляемся А вот куда мы отправляемся Подскажет письмо Валера Медведева Из Калачинска Здравствуйте, Андрей Иванович Скажите, бывают ли Заповедники камней? Конечно, бывают Один из них, кстати, находится Примерно вот здесь Между 37 и 42 градусами Северной широты И между 109 и 114 градусами Западной долготы Таковы координаты штата Юта Теперь находим город Моап Если проехать 8 километров на север То перед нами раскинет Своей красотой Один из популярнейших Национальных парков Америки Парк Арки Так что Хватаем фотоаппарат И вперед На встречу с потрясающими Каменными ландшафтами Вот, пожалуйста, любуйтесь Настоящий мир Камня и песка Почему этот парк Получил название Арки? Догадаться несложно Чего-чего А нерукотворных арок Здесь полным-полно Но начнем осмотр Предлагаю прежде всего Прогуляться по тропе Примитив Луб И полюбоваться Двумя арками-окнами Так называемое окно Это две части Одной каменной стены Не правда ли они Поражают воображение? Чем ближе подходишь К огромным камням Тем более внушительными Они кажутся Вдоволь насмотревшись на окна Движемся дальше Наш путь лежит К утонченной арке На чью поразительную красоту Туристы слетаются Как пчелы на мед И их можно понять Посмотрите, какой хрупкой Она кажется От утонченной арки Дорога ведет К смотровой площадке Огненный горн Посмотрите, вот эти Странные образования Из камней И называются Огненным горном Ученые предполагают Что со временем Горн превратится В новую череду арок Но давайте осмотрим Уже имеющиеся арки Например, что вы скажете О тоннеле Не верится, что к его Гладким стенам Никогда не прикасались Руки человека А вот еще одно чудо Сосновая арка Ее размеры просто поражают Но эрозия продолжается И неизвестно Сколько еще Эти тяжелые камни Смогут противостоять Силе воды и ветра Ну и наконец Главное украшение парка Ландшафтная арка Одна из самых больших Природных арок в мире Расстояние между ее опорами Достигает около 100 метров Ничего себе Размерчик Напоследок сообщаю В национальном парке Около 2000 нерукотворных Каменных фигур Самой удивительной расцветки И самых поразительных форм А теперь В почтительной тишине Любуемся красотой Раскинувшегося перед нами Ландшафта Ну что ж, сегодня мы многое узнали Мы выяснили, как образуются барханы Узнали о заслугах и деяниях Юрия Федоровича Лисянского И полюбовались удивительными пейзажами В национальном парке Арки В Соединенных Штатах Америки Но Сколько всего нас ждет впереди Если вы хотите задать свои вопросы То присылайте их по адресу 109-147 Москва Улица Марксистская, 34 Корпус 7 Телеканал Радость моя Профессору Иноземцеву Или оставляйте их на сайте телеканала 3w.radostemoya.ru Я обязательно отвечу в нашем эфире С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев До скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин